Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале! Неумолимо подходит время посева сладкого перца на рассаду. Что я буду сеять в этом году, хочу поделиться с вами. Вдруг вы тоже что-то возьмете на заметку или мне что-то еще подскажете ваши впечатления. Вдруг вы тоже что-то сеяли из этих сортов. Сладкий перец джемини. Это среднеспелый, очень мощный куст. Плод заявлено, что вырастает до 500 грамм. Но хочу сказать, что это не предел. У меня были экземпляры фактически до килограмма. То есть 700-800 грамм у меня были вот такие экземпляры. Перец джемини в технической спелости он зеленый. В биологической вот именно вот такой красивый, как здесь показано, желто-оранжевого красивого цвета. Очень мощные у него плоды. Просто вот знаете, висят и упираются в грунт. Вот такие гиганты. Перец сладенький, очень вкусный. Он идет как для переработки, так и в свежем виде его можно есть. У меня в семье некоторые просто вот как яблочки его любят покушать. Это несомненный мой фаворит. Несколько лет я его сею, отказываться от него не буду. Перец джемини. Далее сладкий перец клаудио. Это еще более с толстой стеночкой перец, заявленная у него толщина до 13 миллиметров. Но вы знаете, я не измеряла, но он действительно есть экземпляры, которые превосходят перец джемини по толщине стеночки. Очень тоже крупные плоды. Перец раннеспелый, куст тоже у него очень мощный. Масса плода заявлена до 300 грамм. Вот перец клаудио и джемини, это мои фавориты. Я всегда их сею и буду сеять еще, думаю, на протяжении нескольких лет. Вряд ли кому-то удастся их превзойти. Далее сладкий перец долли. Это английская линия. Я купила его в этом году на замену своему любимому перцу от фирмы Партнер Веста. В прошлом сезоне я его сеяла, но в этом году, к сожалению, семена не нашла. Поэтому на замену ему купила перец долли. Вот долли идет как раз очень хорош для фарширования. У него небольшие плоды, у него не толстая стеночка, но на фаршировку он незаменим, как и перец Веста. Может быть, употреблять в салаты он не так вкусен, как тот же Клаудио и джемини, но конкретно вот эти сорта долли и Веста я беру для фарширования. Перчики у него плоды один к одному. Вот кустик такой аккуратный в тепличке выглядит. Он просто усыпан ровненькими одинаковыми плодами. В технической спелости зеленые, в биологической красные. Далее фирма Партнер и перец называется тоже Партнер. Это новиночка в этом году для меня. Но в прошлом сезоне моя хорошая знакомая его сеяла, осталась им очень довольна. Сказала, что плодов было очень много. Он тоже толстостенный и очень сладкий. Плоды кубовидной формы. Он высокорослый, но не крупные плоды. Стеночка толстенькая, на вкус очень вкусный. Также годится для употребления в свежем виде и на переработку. Перец сладкий Семета. Это очень ранний перец. Тоже для меня новиночка. Японская линия. Ну посмотрим. Тоже кубовидной формы. Думаю, что для заготовки, для заготовок как раз подойдет. Далее тоже агрофирма Партнер. Перец сладкий Ламуя. Ламуя относится к очень крупным перцам. У него толстая стеночка. В биологической спелости вот такой он, как здесь показан, такой как бы триколоры. Красный, коричнево-зеленый цвет. Вот такой он и будет на самом деле. Плод немножко такой, знаете, вот как чуть-чуть пожеванный, что ли. Неровненький немножко. Но очень хороший перец Ламуя. Еще у меня есть вот такая заготовочка моя. Это перец Рамира. Это мои семена вот в такой треуголочке. В прошлом сезоне я приобретала его в магазине ОКЕЙ. Они есть и в этом году. Вот кто хочет приобрести перец Рамира, пожалуйста, в ОКЕЕ. У нас в Санкт-Петербурге он продается три штучки на подложечке. Вот в прошлом сезоне я купила, взяла семена, посеяла. Схожесть была стопроцентная. Единственное, что я не могу определиться, понравился он мне или нет. Поскольку я посадила его за перцем Джемини и Клаудио. И получилось, что он оказался в их тени. И не показал, я думаю, что он не показал все-таки свой полпотенциал. Перчиков было вот по четыре, по пять штучек на кустике. Перцы были не крупные, но длинные. Очень сладкие. Вот сладостью своей он меня, так сказать, подкупает. Собрала свои семена. В этом году тоже хочу посеять несколько кустиков. Дам ему второй шанс. Уже на полное солнце посажу, если оно у нас будет в Ленинградской области. Напомню, дача у меня в Ленинградской области. Поэтому стараюсь сеять перцы все раннего срока созревания. Потому что поздние, ну просто не имеет смысла. Еще хочу сказать, что все вот перчики, это расфасовочка. Здесь всего по пять штучек. Перцы дорогие, поскольку это гибриды. И они всегда были дорогие гибриды. Ну вот как-то от сортов я отошла. Сею гибриды. Они мне больше нравятся. Своим урожаем, своей стойкостью к болезням, завязываемостью плодов в любое время, так сказать, и в холод. Но, конечно, в тепле они вырастают лучше. Перчики очень любят подкормки. Не забывайте их подкармливать. То есть раз в 10 дней нужно обязательно вносить подкормочки. И тогда перчик отблагодарит прекрасным урожаем. Еще хочу рассказать баклажан Андрюша. Вот в этом году тоже это новиночка для меня. В прошлом сезоне я сеяла баклажан Валентина. Ой, как он мне понравился. Это просто гигантский какой-то куст был. Вот у меня рост метр семьдесят. И вот Валентина был с меня ростом. А какие у него были плоды. Знаете, какой-то мечевидный такой, как мечи самураев. Очень длинный, больше 30 сантиметров. Плодов было много. Он рос у меня на улице. Несмотря на то, что в Ленинградской области у нас было холодно. Молодец, постарался. Завязал плоды. Плоды без горечи. Но сейчас выводятся такие гибриды и сорта, которые лишены вот этой горечи. Андрюша указан как очень сладкий баклажан. Вот не знаю, напишите, кто его съел. Понравился он вам или нет. Еще хочу порекомендовать вот такой салат Робинзон. Это голландская линия. Там 7 штучек, 7 дрожжей. Таких крупных коричневатого цвета. В прошлом сезоне я его тоже сеяла впервые. Это по типу салата Айсберг. Вот как он нарисован здесь на картинке. Вот такие качанчики. Такой он у меня получился в тепличке. Я его сеяла в теплицу. Но его сеять нужно пораньше. Поскольку у нас было холодно, с посадкой я припозднилась. Но тем не менее, молодец. Вот салатик завязался. Очень вкусный, сладкий, сочный. Прекрасный салат. Смело могу рекомендовать. Покупала его, приобретала в магазине Леруа Мерлен у нас в Санкт-Петербурге. Он еще там есть. И еще вот делала видео про кабачки. И упомянула там кабачок черномор. Что он мне очень в прошлом сезоне понравился. Но я не купила семена. Вот так же в Леруа Мерлен он опять появился. Очень вкусный кабачок. Пожалуй, в прошлом сезоне из всех кабачков, наряду с кавили и аэронавтом, он был самый вкусный. Он был самый сладкий, самый нежный. Конечно, он не завязывал столько много плодов, как тот же, например, кавили. Но мне это и ни к чему. Поскольку они перезревают. Очень мне понравился. Вот смело могу рекомендовать. Салат Робинзон, кабачок черномор, перец Клаудио и Джемини я могу смело вам порекомендовать. Вот, мои дорогие, что хотела, то рассказала. Сейте. Я перцы буду сеять с 20 февраля. С 20 февраля по 1 марта. Вот такой график я для себя выработала. Это на протяжении уже нескольких лет. Как-то один год я поддалась вот этой всеобщей панике. Посеяла перцы на рассаду в начале февраля. И, о ужас, они у меня все переросли. Были просто какие-то деревья. Я не знала, что с ними делать, поскольку высадить теплицу не могла. Было очень холодно еще. Но, конечно, первый урожай я весь потеряла. Поэтому, вот, вывела для себя конкретно вот эту формулу с 20 февраля. Не раньше, но можно чуть позже, но не раньше. Как раз перчик успевает вырасти. Выдает первые бутончики. Я высаживаю в теплице с маленькими бутончиками. И он их не сбрасывает. То есть, весь первый урожай я не теряю. Вот, мои дорогие, все, что хотела, рассказала. Желаю вам всего хорошего. Покупайте, сейте перцы. Пусть у вас будет замечательный урожай. Будьте здоровы и счастливы. Всего всем доброго. Пока. Кому понравилось мое видео, не стесняйтесь. Подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо, кто ставит мне лайки. Кто меня поддерживает, пишет комментарии. Всех благодарю. Всего доброго.